Салем Достар! Сейчас я нахожусь в бактериологической лаборатории при областном филиале Национального Центра Экспертизы. И после полугодового ремонта данная лаборатория, аккредитованная, между прочим, возобновила свою работу и готова продолжать клинические исследования. В данном репортаже вы узнаете, что же здесь делается. Сегодня после капитального ремонта проводится у нас открытие нашей лаборатории. Значит, в данной лаборатории у нас более 30 лет капитальный ремонт не проводился, только текущий ремонт. А сейчас данная лаборатория после капитального ремонта соответствует стандартам, а также всем по биобезопасности, по санитарным нормам и правилам. Значит, наша лаборатория, как вы сами знаете, проводит в год ежегодно 200 тысяч исследований. Где-то 3% у нас положительнее тут, если удельный вес смотреть так. Работают здесь у нас, как вы сами знаете, высококлассные специалисты, более 33 человека. Я вас всех знаю прекрасно. Поэтому вот это, сейчас мы провели ремонт, сами знаете, вентиляции, канализации, отопления, водоснабжения, освещение и так далее, так далее. Все, что это здесь, в лаборатории, сделано для того, чтобы мы работали в охране здоровья населения. Значит, и все, которые подступают нам пробы, значит, со стороны литерных профилактических учреждений, физические, юридические лиц, значит, все это мы будем делать своевременно, вовремя, оперативно и так далее, чтобы наше, как бы, население нас не испытало какие-то трудности по пробам. Проба у нас будет, как вы сами знаете, будет делаться в течение трех дней, трех, от нескольких часов до трех дней. Группа капельных инфекций, воздушных инфекций. Здесь у нас исследование проводится на амига-коку-инфекции, на стафилококк, стриптококке. Здесь отбирается, получается, биологический материал, мазки из зерва на микрофлору. Здесь все проводится у нас, аттестованный по ГОСТам стандартам 15.8.9.2015. Здесь у нас уже боксы, дальше от видокса, я дальше, наверное, не буду заходить, да, самое главное, покажу под меня. Здесь исследование проводится на кишечные группы, на дизентеринную группу, на дисбокториоз, а также в циррологической группе помещений, получается, у нас исследование проводится на брюшной текст. Здесь, получается, все медосмотренные исследования у нас проводятся. И все также стандартные садки стоят, у нас, как раз, недавно мы получили стандартные садки, 15.189. Все оборудования у нас поверены, поверку всех прочтей. В принципе, здесь исследование проводится на пищевые продукты бокса, получается. Мы исследуем воду, пищевую воду, воду с открытых водоемов, с бассейнов, на микробиологические показатели, а также отбираем, получается, пищевых объектов в лечебно-профилактических ощущениях на смывы и стерильность в воздух. Здесь уже пищевые продукты у нас исследуются по мониторингу безопасности, а также в рамках производственного контроля на договорной основе и по государственным заказам. Обеззараживание. Получается, данные материалы мы отобрали в приеме, также исследуем по боксам. После исследования они все пробы училизируются, обеззараживаются у нас в Автоклаве. Это Автоклав получается у нас оборудов. Здесь уже посуда обеззараживается, после обеззараживания посуду здесь моем, сполоскаем. Дальше посуду сушим здесь и идет уже Автоклавная чистая зона. Здесь получается в Автоклаве мы уже стерилизуем, получаем питательные среды, потом стерилизационную сушим, получается, наши посуды и обеззараживаем. То есть стерилизацию проводим.